вперед я уже включил сейчас смотрим запустится у тебя и у меня трансляция пошла всем привет друзья у тебя кстати тоже пришлось сообщение что началась трансляция давай проверь супер проверяю здравствуйте всем пошло замечательно и за начало так друзья всем привет всем привет с вами евгений макаров и илья канал цель назор и у нас сегодня по скрытым посланием у нас сегодня стрим по скрытым посланием фильмов голливуда а также игр ну в общем как пойдет потому что все подсказки врага потому что они не только в играх и фильмах подсказки ли обманки либо зомбирование давайте подумаем что это все может быть даже да давайте посмотрим подумаем где у них там нормальные подсказки где у них так скажем смешанная правда с ложью хотя там всегда все смешано и мы сейчас все это обсудим сейчас я открою твою трансляцию посмотрю у тебя пока нет никаких видео и подсказок но можно начать с недавнего моего обзора это звездный десант хорошо тогда я открою звезды десант а потом уже игра эндера там и чем еще так у меня тоже началась трансляция отлично в общем у ильи самое крайнее видео сам последний обзор фильма звездный десант она недолго и там минут 15 много всего там показано много комментариев много рассказано так что всем советую посмотреть кто любит особенно такие вещи вот а мы тут начнем также с него с этого звездного десанта и будем постепенно двигаться по другим фильмам и играм почему все десант может быть не самое удачное начало но как говорится первым блинкомом но это самое раннее произведение я имею ввиду книга книга пятьдесят восьмом году начитав пятьдесят девятом уже вышла и поэтому мне кажется что это самое первое прямое указание на то кто собственно наш враг структура немножко показано это не самое четкое не самое конкретное но самое первое однозначно указание поэтому начнем с этого это пятьдесят девятый год мишка там все настолько детально прописано когда еще не было даже никого в космосе все было секретно и никто ничего не знал такие подробности про космос такие подробности про общество четко два потопа и так далее но это мы все разберем покажи какие-нибудь скайп разделим наверно общего что ты хочешь ну чтобы у нас один поток шел одно видео но вот я показываю сейчас экран скайпе на она все все теперь все вот и собственно вот я объясняю почему я начал обзоры свои видео подсказок именно с этого это не вот самое раннее что я нашел а я много чего искал хотя там и кларк много чего говорит артур и азимов который вот с или орсон скотт карт много говорят на корпусом скотт карт позже был игра эндера эти там тоже выделяется давай может наверно ты зачитаешь что унижение автору этого по автору кого звездного десанта вот найди так поиски а как набрать я просто не читал к не просто звездный десант автор интересно что наши яндекс выдаст роберт хайлайн да ну ты нашли он отличается от легкой космической фантастики там звездный десант научно-фантастический роман роберта хайлайн опубликовано в 1959 году довольно таки давно на западе обычно относятся к жанру боевой фантастики публиковался в сокращенном виде в журнале the magazine of fantasy ну и так далее октябрьский номер ноябрьские номера 1959 года под названием звездный солдат одно из самых спорных и неоднозначных произведений хайнлайна несмотря на увлекательный сюжет в романе обсуждается ряд серьезных политических и социальных вопросов некоторые критики обвиняли так читаем дальше уже на странице вики такая обложечка звездного десанта а вот смотри тут значит на русском языке выходили под названием звездная пехота звездные рейнджеры космический десант солдаты космоса ну это словно пехота да труп это по-русски труп понятно труп это имеется ввиду какие-то соединения типа взводов там рот и так далее целом военность может как звездная пехота да да тут политический вопрос социально обсуждали например критики обвиняли хайнлайна в пропаганде фашизма и милитаризма но в принципе даже в том же видео да сейчас мы все покажем там тоже можно эти отсылки такие увидеть 1960 году роман удостоен премии хьюга в 97 году в полимической манере экранизирован кино режиссером полом верховеном который радикально поменял акценты оставив неизменным лишь имена героев и некоторые сюжетные ходы то есть что там от книги вообще осталось я не знаю принципе экранизация я считаю одна из самых удачных пока что я ничего такого не видел то что я вспоминаю этот фильм когда он поначалу произвел такой фурор и действительно замечательно получилось так идеально да идеально сам хайнлайн в книге расширенной вселенной утверждал что идея романа пришла ему на ум интересный момент пришла ему на ум 5 апреля 1958 года после образования призыва к одностороннему ядерному разоружению по инициативу национального комитета по ядерной политике все как завязано с политикой как интересно вот зачем он акцентирует именно вот казалось бы какое число неважно но он зачем-то акцентирует вот зачем эта тема отдельно наверно ну да это политику мы сейчас уходить не собирать скучно нудно и ни о чем значит в ответ чита хайнлайнов создала про правительственную лигу ой ну чё-то совсем прям давай сразу сюжет давайте лучше сюжет не хочу политику действие роман происходит в будущем когда земляне уже начали осваивать космические пространства упоминается исследовательской станции на плутоне важной базой землян является экзопланета санктор из исторических событий названа войной названа война 1987 году между русско-англо-американским альянсом вот ключевой момент потому и планировалось пошло немножко не так не должно было быть у нас перестройки должно было быть объединение по другому сценарию мы сейчас как сырьевой предаток штат а планировалось иначе объединение и война азиатского мира и то есть объединение грубо говоря белого мира и азиатского вот такой был сценарий тогда закладывался потом все поменялось но эта тема немножко предсказательного программирования и игры нашего врага с нами но немножко в другой сфере в политической вот тогда был такой сценарий вот сейчас он поменялся мы имеем то что имеем геноцид белой расы полностью почему потому что мы начали просыпаться или почему-то другому это можно обсудить потом эта тема думаю отдельного стрима но мне кажется это ключевой извини что перебил давай дальше выставим ведется от лица хуана рико представителя среднего класса земной федерации ведущий космическую войну с паукообразными обитателями планеты календату линейный сюжет прерывается отступлениями которые содержат политические рассуждения ну понятно а также психологический самоанализ главного героя описание политических реалий мира слушай какой же он завязан на политике это потому что все фантасты того времени это была отработка неких сценарий вот тогда еще было открыто то что сейчас закрыто ушло в тень потому что поняли что не нужно а тогда это эти обсуждения были в масонских кругах узкоспециальных они иногда выплескивались в виде фантастических рассказов потому что все высшие масоны почему-то тогда как бы домашнюю работу писали фантастические рассказы в кавычках да но это было частью предсказательного программирования то есть это все потом выходило в комикс и потом материализовалась потом фильмы а потом материализовалась в реальности то есть была проработка на разных уровнях ментальных эгрегориальных и так далее вот поэтому он кондирует на политике именно на устройстве общества потому что тогда отрабатывалось как по какому пути пойдет общество да кстати хочу сразу немножко такое отступление сделать вспомнить что что даже в известных событиях 90-х то есть 91 93 все могло пойти иначе как раз таки шестом и седьмом кто верит это решение о том чтобы слить точка бифурка то есть всегда есть события поют налево или направо некая точка ключевой принять решение куда маятник качнется влево или вправо там вверх вниз неважно в 86 году когда пришел горбачев все пошло по развалу сыра могло пойти по объединению но по другому сценарию на равных был другой союз но тогда была война в сибири на на сибирской территории россии на неизвестно что лучше друзья вебку я включил чтобы просто ну так чуть-чуть показать себя я и сейчас отключу чтобы не поток меньше тормозился так ладно очень значит я когда я не договорил дело в том что кто знает про эффект мандела тот наверняка смотрел всякие видео и один из эффектов так скажем про не то что из эффектов путешественники во времени или переселенцы из других реальности да вот одна женщина появилась в нашей реальности с паспортом советского союза 93 года вернее даже как в каком году она я не помню появилась но у нее стоял паспорт что 93 год это ссср еще на месте что случилось в этом году типа какой-то там супер чудо горбачевская и страна она осталась той же самой системе но то есть она она была в панике куда она попала деньги другие все другое а у нее деньги советские но можно сказать это уже периоду но советские пойти в чем дело то есть действительно сейчас сценарий мог пойти иначе может быть в параллельной реальности вселенной это идет именно по другому опять же это все отсылки к всяким там например там скайл на низкой онлайн а какого тут фильм то мы ее тоже обсуждали там разные реальности как вот эти покадрово но есть слайдер так скользящий такой сериал классный он там еще в 90-х был интерстеллар все вспомнил интерстеллар тоже но это немножко другое интерстеллар там больше про время про то что время не линей да а вот происходит разращивает враг реальность помощью коллайдера до хочет убежать из того места где некомфортно здесь ее прихлопнут эту тварь который я говорю и еще буду говорить для новичков для тех кто не понимает смотрите мой канал будет много интересного объяснения о природе нашего врага но сейчас вот первая попытка объяснить помощью вот этот книжки когда это все началось каких мы сейчас объясняем в каких условиях эта книжка писалось и почему все именно так тогда я сама книжка больше о социальных вещах во время обучения река начинается война между земной федерации и пришельцами из планеты к линдату в ходе этой войны пришельцы бакс жуки кстати очень новая тема была была для вообще фантастики прорыв уничтожают они буэносарес и земляне решать насти ответный удар используя 50 кораблей звездного десанта для подлета к вражеской планете десантники используют гиперпространство или пространство черенкова вот откуда он это знал интересный момент году что есть гиперпространство что есть но станция терешкова она будет немножко вперед забегать будет из этого времени будет станция терешкова на колоземная все а тут написано черенкова знал терешкова это станция а станции все допускаю что будет вот об этом мне нет информации о том что будет станция терешкова на колоземная имена поясывающая землю тоже есть информация других источников вот откуда эта тварь знала масонская масонская морда народные бомбы когда еще их не было в помине дальше читай они описывают силу инопланетной цивилизации хайнлайн признает но он описывает что против нее были бы бессильны даже водородный бомб интересный момент пришельцы классифицируются как псевдо арахниды почему псевдо они там настоящие жучилы жучилу такие бегают а их обществе разделено на касты рабочих солдат и интеллектуалов ну прям как в муравейнике земные десант земные десантники помимо обычного оружия гранат использовали неопсов камикадзе первое десантирование на планету багов закончилась поражением землян гибелью 80 процентов десантников принимающих участие в операции тем временем баги и уничтожают сан-франциско для успешного окончания войны земляне при ним понимают что им нужно захватить кого-то из аристократии багов как интересно бак жук английский и не неопсов они апсов то есть они генно-малифицированные собачки они апсы я ведом неопсов это камикадзе ладно в общем персонажа ну ладно не буду этих персонажа читать если надо тут я думаю ничего такого интересного до техник короче говоря насколько я вспоминаю свое впечатление это было действительно что-то новое то есть вот когда смотришь этот и понимаешь что-то что-то новенькое все какие-то прилетали там инопланетяне такие сики да там а тут раз и такие жучары начнем с того что всегда они были человекоподобные всегда были гуманоиды таких как мы то есть мы никто не фантазировал дальше это просто были реально фантазии вот это взгляд изнутри изнутри роя потому что все масоны подключены кровью и эта попытка именно так вот иносказательно мне кажется показать некий бунт человека попытка приоткрыть завесу канон и вот зеркаль и вот такой момент в этом же фильме это я так наверное чуть-чуть забегая вперед скажу что в общем то здесь несколько главных героев это вот вот этот чувак река не реку реку да наверно и когда вот и потом вот этот вот будет мелькать разные друзья и конечно же его любимая вот эта девушка в чем здесь загвоздка в том что она будет всегда даже можно сказать на главной роли впереди она как как оказалось она самая умная самая успешная из них практически мне там высокие баллы и она будет чуть ли не супер претендовать на главного командующего вот хотя бы в их среде почему потому что она получается будет учиться в отделе намного выше порядка в чем вот они там да то не обычные солдаты она там можно сказать управляющая элита и вот она это красавица здесь будет вот в таком плане лидирующим я сразу это не понял пока вот не стали там с Ильей всякие такие вещи обсуждать а вот эти мужики один вообще какой-то туповатый просто можно сказать просто подраться там другой вот такой вроде умный но все равно ниже хотя и качество лидера у него есть вот именно лидера солдат и ну и все остальные там его там соперник и так далее да в общем получается что женщина здесь тоже уже выступает на первом плане но это скажем так только наметки того того беспредела который сейчас феминистического ужаса который сейчас творит это все ерунда можно сказать что статистически ну стремится к нулю на грани погрешности то есть я бы не не выделял просто женский персонаж их два там основных ну два которые она и это подруга вот это мелочи да но то что там командир корабля на котором она же служит тоже женщина то что там новый скай маршал то есть это командир всей армии и то что женщина они грит а американка мягко говорят вот это важно да то что по сути у них тоже получается главные женщины хотя этого не было в книге это уже в девяносимом году автор добавил от себя вот вот одно из главного там новый скай скай маршал негритянка которая говорит что нужно изучить врага этого не было нигде более того в игре эндера в оригинале в книге майор андерсон который вот с харрисоном фордом эта женщина негритянка она это это мужчина был но поменяли на в угоду политкорректности видимо и матриархата поменяли на женщину понимаешь о чем я да 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 я понимаю вот это вот вот везде выводят и женщину и и мягко говоря из африки женщины то есть главенство передают скажем так немножко иначе аналитически организованным людям назовем это люди да хорошо то есть а соответственно если возглавляет стадо баранов лев то и бараны будут сажаться как лев на этом уровне а вот если наоборот барана на стадом любом поставить это пипец это все львы станут баранами и мне кажется вот ставя женщину во главу то есть все сообщество приводят к тому что свойства женщин всей толпы у всего общества появляется так ты куда-то ушел туда во и таким образом нас тоже тогда начали приезжать мысли что должна руководить женщину почему ну это немножко тема другого стрима ты прав не меня тирала и другая фигура говорит о том что твою мысль выражает вот этот новый sky марш попробуй найти не я просто почему тут задержался тут видишь тоже две женщины сидят ну вот это девушка и они вот это странная девушка мужского вида есть так как мальчик выглядит вот честно ну это сразу видно невооруженным взглядом а тут глазки интересные но это мы потом их отказать глазки 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 здесь выделяются ладно это потом посмотрим так sky маршал до sky и маршал разделить sky это небеса посмотрим что выдаст вот это что ли это уже в мультике вот мужик вот этот первый белый ариец не 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 справа справа вверху назад вот этот выше да он типа облажался после первого якобы наезда на самом деле классический перевертыш в книге и в этом то есть отзеркаливает враг ситуацию показали реально на первый наезд на нас ну а дальше уже не не мы наезжали а еще был второй наезд врага на нас по сути показан и первый и второй потоп все что происходило между ними вот то общество которое у нас было и так далее то есть это документальный на мост документальный фильм просто показано в той мире в которой это можно сделать сноску на жанр фантастики есть это не абсолютно документальный а жанр накладывать свои ограничения может быть вот это sky маршал это уже из другого фильма да мы говорим на самую первую организацию потом был еще два мультика интересных и так далее вот это все картинки с продолжения тоже довольно интересно но не настолько там ничего нового нет там в фильме рекомендую посмотреть фильм продумать сейчас попробуем нет нет то же самое выдают картинки почему-то никуда на попробуй ниже вот вот она вот надо все нашел ну вот видишь новый sky марш то есть новый лидер всех вооруженных сил человечества ну в сравнении с тем экстрасенсом который был только полковником который вот одноклассник джона рика по-моему она немножко не дотягивает ни по уровню интеллекта ни по уровню организаторских способностей и так далее при всем уважении к женщинам нет ни одной женщины изобретателя и ученого другой у них склад психики и слава богу они сильны другим интуиции связи со вселенной энергетикой прочим интеллект вот именно в мужском виде это не их сильная сторона руководить в нашем понимании в привычном да с логикой железной скажем так мужской это не то армия не для женщин все-таки женщина и женщина они красивые они замечательные у каждого свое место реально они хороши другим а сейчас враг пытается извратить и мужскую женскую природу нас ломает одним способом женщин ломает другим через феминизм говоря о том что и должны заниматься не своим делом и быть по сути мужиками и так далее то есть феминизм это хуже чем ей на мой взгляд пусть меня youtube собанит за такое бы нельзя принципы сообщества нарушать но что делать я такой я некий и пусть youtube с этим смириться даже нет и на какой мысли вот на этой да на эту и у глазки разбирать это уже слишком нет глазки это ладно это да я понимаю что это вот этого мужика разбери давайте вот это страстен сюда что ты думаешь по этому поводу что я думаю по этому поводу на сука честно говоря экстрасенсорика не знаю но вот что удивительно что в этом фильме представлена еще род войск отделение именно экстрасенсы сканеры и так далее этого нету сейчас хотя на самом деле то есть в советских официально этого не до официально нет неофициально все есть гипнотизеры экстрасенсы предсказатели всякие там сканеры и так далее все присутствует у нас и давно 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 и не только это присутствует много чего интересного это кстати вполне открытая информация в интернете много роликов даже генералов кгб которые все это вещают там про всякие но одезвратников то есть все это у нас да и я читал в книгах еще 90-х годов про всякие там все генераторы и психотронные излучатели все это давно есть и у нас и за границей и кстати в 90-х годах применялась успешно у нас как раз таки в этих событиях интересных и а тут род войск именно экстрасенсы они сенсорики экстрасенсорики которые вот именно изучают изнутри врага даже не род войск там показано что в игре теорию то есть это не такая интеллигенция это не совсем разведка была когда он помнишь подавал а заявление этому чуваку только после принятия клятвы их распределяли кого куда ну да их выпускных экзаменов и его выиграли теорию то есть теория чего войны и всего теоретики мистики его распределили высшую касту и там это уже показано что вот эти вот правители всего по сути потому что все зависело от военного общества то есть если ты не служил не то что не мужик ты не гражданин получается не можешь голосовать и управлять ничем соответственно он элита была военной а он элита в элите сразу поступил ну да интеллекта и экстрасенсорной способности то есть по сути мистики показано что управляли всем обществом но мистика который служит обществу который не себе служит как и в игре эндера там четко тоже показано что победа над врагом основном идет ребенок не мог победить почему в игре эндера тоже показано что ребенок управлял всей военной машины по сути всем человечеством как нам сейчас перейдем к грендеру после вот этого там действительно много таких отсылок но там тоже самое то есть смотри разные фантасты с периода с отрывалом 20 лет но показывают одну главную мысль что победа над врагом будет в области психофизики скажем так экстрасенсорики не на физическом поле боя хотя это будет следствие потому что любая война выигрывается до ее начала и выигрывать сначала на некоем энергоинформационном уровне на уровне идей на сейчас идет война да только слепой этого не видит что идет геноцид не прямой то есть нас не убивают физически хотя физически тоже но у нас уничтожают иначе и только слепой этого не видит либо тот кто соединен с врагом работает и вот он данном случае онлайн говорит о том что победа будет именно в области тонких энергий прежде всего и нам нужно организовываться вот на этой части да и даже даже он здесь даже здесь представлен вот по сравнению с тем как одета можно сказать стадо солдат он представлен как некий офицер высшего порядка его все слушают к нему все прислушиваются и у него даже одежда отличается и знаки отличия именно по символике символику спиндюрили типа фашистского типа да чтобы вызвать негатив на самом деле вся эта германская машина была профанация того что у нас будет а к этому мы неизбежно придем для победы и забрали наш символ свастику чтобы его опоручить опозорить есть опозорили символ опозорили идею потому что все таки раз и имеет разную генетику разный интеллект и так далее то есть это гениально враг классная фраза мы подумали что мы умнее врагов нет враг гениален потому что там есть и квантовые компьютеры и еще много чего о чем мы даже не знаем враг гений нам его не обмануть подлый гений подлая гениальная тварь но нам нужно с ней бороться внутри да 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 с с прямо отсылка действительно к формы с с таких но и такая форма будет мы никуда и это все конечно конечно да и смотри все белые то есть там вот кроме этой негритянки я не видел нет ни одно единственный отсыл такой реверанс мне кажется этот фильм больше подсказка чему вот в сторону потому что там нет такой доминирующей линии есть акценты сделаны на все-таки белых людях на человеческом обществе которым деньги не главное мягко говоря даже богатый этот человек был его отец забыл не гражданином и мало что мог решать кто там знает на самом деле но вот по крайней это было четко в обществе в первом начале когда на уроке в школе прямо им некоторые азы давались мне кажется гениальный фильм выжимка и улучшение идей хайлайна смотри так что в принципе можно перейти если тут все или что-то еще хочешь давать туда можно перейти допустим время эндера да давай твои мнение тоже важно начинай я просто ищу где-то игра эндера а нет сейчас скажу мое мнение только прошло время мы тогда игр не доберемся просто игры ты еще кладезь значит когда я посмотрел игру эндера вот надо сказать что то программирование которое идет в этом фильме я на себе ощутил то есть действительно возникает некое жалостное чувство к этой королеве которая одна осталась да и там все типа птичку жалко да птичку птичку вот нет такое же чувство возникло абсолютно такое же я тогда не занимался этими изучением так вот сильно и это и надо сказать что если у человека называется защита психической еще меньше то на него влияние будет еще больше и в этом фильме он очень красивый интересный харрисон форд такие известные вообще актеры играют и там действительно показано все именно что какие же они плохие заставили бедного мальчика гениального супер мальчика победить вот этих жучар украли детство детства как угреты заставили обманом он потом там высказывать стал да как вот так да я сейчас ее спасу полечу там насчет экстрасенсорики отсылка здесь такая здесь присутствует кто не смотрел есть здесь присутствует некоторое то есть игра в планшете у этого парня на там всем раздаются игры такие интеллектуальная игра странная и как я понял это не просто игра она как бы соединяет можно сказать твою нервную систему то есть сознание в общем как-то на тонком уровне тебя соединяет вот с этим сюжетом сюжетом игры причем эта игра не просто она формируется тобой то есть идет идет формирование возможных событий и изучение именно правильного предсказательного предсказания то есть по правильной ветви чтобы ты ее выбрал и понял что как тебе действовать как раз таки он понял как победить великана в этой игре там мышка такая да прыгала и он что что очень удивило всех вот этих вот там харрисона форда да как-то он так смог вообще типа хватит ему играть иначе у него там кушка поедет а он понял что как победить врага но в этой игре вот в той игре на планшете ему ему в мозг королева забила что спаси меня причем в роли его сестры насколько я то есть она превратилась сначала появилась она превратилась его сестру очень интересный момент до связывается сестра авастар сестры вдруг то есть я я так понимаю что с его сестрой это напрямую связано это королева жуков до матка после того как посмотрел до после вот именно твоих исследований против после наших стримов об этом я так понял что вот главный главный загвоздка это его сестра почему-то не знаю каким образом она глава нужно образнее то есть есть понятие абстракция да то есть когда мы берем там несколько там корову обезьяну и чего-нибудь хоть дельфина и абстрагируемся от тростепенных признаков вычленяем основные например что это млекопитающие что у них там дыхание кислородом и так далее то есть абстракция убрать детали то я думаю основная мысль не в том что сестра плохая не у всех нет она не плохая нет а в том что да и через женщина идет воздействие на этой твари он исполнилирует на вас лазит через женщин получается тварь использовала образ его любимой сестренки она все женщины у него не было но хоть единственная ближайшая женщина это сестренка и но чем маленький куда что через женщин для жены был маленький хотя у него там уже появилась знакомая девушка до в этом где он обучался в этом космическом это институте которая была опять же там круче всех очень крутая все умело и но у них вы какая-то даже симпатия взаимная появилась но опять же не были парой поэтому вся привязанность именно такой душевной любви через близкую женщину тварь влияет через близкую женщину она да она использовала образ через эту игру чтобы забить ему в подсознание мысль спаси меня потому что они все плохие они нас убили а я вот она осталась спасибо меня куда-нибудь беднику меня вот отвези иначе мы все вообще умрем ты читал продолжение нет ой там блин там я прочитал только пять книг а там еще больше он потом станет с первой полной колонистов полетит на там в общем его сестра станет блоки а его брат это демосфеном и они там начнут между собой поднимать народ потом они станут так лидером человечества его брат организовать 90 станет гегемоном то есть лидером всей земли и запретит питер этому эндеру возвращаться на землю поэтому эндер будет вынужден полететь с первым кораблем колонистов космоса но у него будет этот кокон королевы вот-вот в чем дело и он будет скакать с планеты на планету это пройдет уже много лет потому что там он несколько лет будет лететь и на это время там сотни лет на земле пройдут якобы и он на одной из планет где он там губернатором стал ну как бы у него такие полномочия были но он же спаситель но с тех пор много чего изменится эта игра станет самостоятельным искусственным интеллектом и будет всем там рулить и все рынки под себя все деньги финансы подожмет и так далее то есть много чего там как весело то и общество уже начнет его его проклинать потому что была книга геноцид как раз таки валентина напишет и все будут как сейчас за холохкост извиняться за этот геноцид цель не допустить геноцид и так далее то есть там высшая степень то есть и будет не допустить что же ли мы плохие да 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 вот и главная мысль в этом фильме прививается именно такая как что ну вот пока что не удалось то же самое то же самое мы хищные которые виноваты только в том что мы живем поэтому мы уничтожили предыдущие цивилизации чувство вины такой сами ничего не можем и стадо которые которым руководят пришельцы извне но есть пришельцы хорошие есть плохие и мы в общем-то служим плохим хотя все переврано там гениальная промывка москов авангард почти как и притяжение все эпосы пандерчука последний такой момент такой момент что можно начать даже самого названия игра эндера то есть эндер с гейм последняя игра или окончательная игра или или последняя игра там конца света конца всего то есть переводить как можно как угодно отсылка типа финальная битва и кстати говоря во всех финальная битва есть хорошие во всех да во всех этих сейчас современных продолжениях всяких марвеловских разных эпопей там да например какие-то защитники хрена фигит ники супергерои везде идет типа конец конечная битва битва всего битва всех что-то они эту мысль закладывают чуть ли не в каждой в каждое продолжение любой эпопеи там про супергероев про супер дураков и так далее как любую любую ерунду в каждый фильм здесь тоже самое это эндер с гейм то есть последняя игра по сути дела но эндер это имя до эндер с гейм может и так перевести но ей мы тоже шедевр и там вообще отдельная песня по сути то же самое только друг игра слов игра слов я не про то сюжет даже тоже самое а про сюжет только немножко иные действующие лица да 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 не вот смотри как раз я хотел показать это же куда-то убежал эта картинка вот голос тех кого нет голос мертвых а в первом переводе который был лучше на мой взгляд это голос тех кого нет то есть тот человек который вот этот марио маури вот смотри здесь на этом посте представлены все и так главнокомандующий вот этот странно андерсон майор который на самом деле мужик да вот вот она это петра а это петра а вот она этот вот женщина потом вот этот вот товарищ очень странно раскрашенный в тоже в стиле жука победил первое на всем он у нее татуировки он говорит голос тех кого нет стал голосом тех кого нет голосом говорящий от имени мертвых то есть он потом написал книгу про все это и выпустил эта программа которая ему помогала она популяризовала под всем донимом это я впервые прочитал игру эндера 2000 году и потом числа продолжения по моему десятый год неважно игра эндер единственный из таких фантастических фильмов который рекомендован во всех высших учебных заведениях высших в смысле армии сша то есть это для для всего руководства армии сша рекомендован самое что рекомендовано то и приказан ну вот на сказать что здесь тоже есть еще один афроамериканец он уже присутствует тоже высшим легионе да вот как раз он расскажем один из надсмотрщиков за вот этой будущей командой победителей еще можно сказать что там был такой бонза вот сейчас я вот вот по-моему вот это а нет это не то куда попал изначально этот эндер товарищ да и он оказался слабее а вот это петро оказалось сильнее умнее где он бонз вот он да где-то тут присутствует в общем показано опять же что женщина сильнее вот этот петро и она ну мало того на еще и учит эндера всему 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 там как стрелять как вести баре и как типа выиграть у нее много знаний так в общем с этим эндером все понятно теперь что мы там еще обсуждали забыл по продолжение обсуждали потом все человечество начинает молиться и каяться за геноцид бедные жучки там все переврано что случайно нас напали это уже в игре эндером сказано мало не случайно сунулись а потом типа ждали никого не трогали а мы такие плохие пришли их и убили а нет тут сказано так в фильме сказано насколько помнишь типа они искали просто место чтобы обосноваться а мы их не поняли нужно было их изучить с ними контактировать случайно разбомбили наш флот случайно разбомбили земли какие же мы гады что ж такое взорвали идет 22 вторжение везде четко и ядерной бомбардировки и в дни независимости там два фильма и в игре эндера там было первое вторжение второе и уже как бы контур противодействие пошел флот земли атаковать и в то же самое про жуков звезды сам тоже самый первый наезд 2 и уже потом мне кажется что это просто показывает нашу реальность немножко умалчат о том что все-таки жуки нас захватили и сейчас нами рулят муравьи да еще там такой момент показано что как они уничтожили до первое нашествие то есть они это все в начале фильма сказано что они запустили метеорит да мы уже об этом обсуждали что откуда же вдруг метеориты могут падать на землю а сейчас они четко не падают значит ими кто-то может управлять там об этом четко сказано что они просто его откуда-то там раскрутили используя гравитацию других планет спутников и так далее и она ну и этот метеорит вот благополучно прилетел в землю даже известно где и как есть целые и там фарерская астромблема и две версии все-таки марианская впадина там много да много следов этих метеоритов в огромных которые способ пробить нашу них разрубил значит вот доступ в антарктиду на то что там там четко было видно шлейф такой что он просто именно разрубил это пи это обрубил вот эту связь с антаркти не с этим не согласен там просто промыв земля все-таки крутится все-таки земля шарик и если бы неважно под каким углом он бы вошел там бы такого не было просто промыв под любым углом там был взрыв был бы кратер в обе стороны там четко в одну сторону это просто промав ну это и то что взрыв как бы по касательный 1 создательный ползарик по любой касательной при столкновении двух тел 2 шарика т 17 все равно вместе после соприкосновения был бы взрыв а бы такого не palocad я понял а чем-то нет показано здесь вот я про него говорил этот бонзор типа вот он уступил ну не смог справиться хотя он очень сильно выпендривался но в итоге отошел в сторону еще такой момент почему здесь показано что взрослые тупые а вот этот маленький ребенок один реально он показан как некий спаситель супер гениальный я не знаю к чему это отсылка друзья вот почему именно один вот он супер гений супер купер мозг и пускай даже с командой своих друзей но главным то он здесь выступает что вот он победил даже придумал тактику как победить используя опять же их же тактику врага то есть они там вот если кто смотрел да там тоже эти дроны конфедерации вот этой космической они тоже как утрой они тоже как рой там крутится и он использовал можно сказать и их тактику чтобы против ниже такой интересный момент все намешали и выдали вот такую вот можно сказать ересь типа какие же мы злые земляне и какие добрые хорошие инопланетяне да на родские причем вот это есть ролик юнисеф где инопланетянин приходит в школу детскую там дети на него все наезжают он такой плохой его нужно жалеть он такой хороший смысле мы такие плохие да да практически пиарится тема что пришельцы раньше нам что говорили что негры платить хорошие кавказцы азиаты и прочее сейчас уже идет даже по стс недавно видел и по другим каналам фильма где там русские девушки влюбляются в китайцев и так далее то есть это это нормально уже а сейчас еще пошел следующий уровень где нужно любить пришельцев есть уже куча сюжетов и шоу на эту тему братья запашные сделали шоу замечательные про пришельцев и про дружбу и много много где вот такая тема шоу нам в мозги закладывают что все таки скоро придут появится нам нужно любить их всех да ну нам нужно их принять какие они есть как они разве это да да вы принять и простить притяжение фильм помнишь притяжение ну я могу конечно открыть но я его не смотрел я принципиально не люблю смотреть наши фильмы пускай даже они фантастика пускай там даже используются современные технологии так это везде он дракон тоже как-то вот тот кто говорит что наша земля придурок и девушка идет против отца против любимого бывшего отдает кровь и влюбляется в этого пришельца пришелец не очень русской внешности очень хороший оказывается что мы на него сами напали показывается что у него оказывается много воды но почему зачем-то берет нашу воду вода кстати во многих фантастических кавычках фильмах фигурирует как чуть не главный ресурс земли рода практически во всех фигурирует даже морской бой например там тоже вода и лос-лос-анджелес там что там битва за лос-анджелес по сладо везде вода везде она она забирают там тоннами мегатонными и облигин то же самое эти треугольники в море забирают воду и так далее то есть вот вот отдавай свой любви и отдавай нашим девушкам показывать что это нормально любить презирать отца кидать парня нужно отдавать свою кровь идти против всего ради непонятной любви пришельцам отдавать свою кровь и так далее вот она мы плохие чувство вины нужно испытывать то что мы плохие сейчас будет продолжение этой хрени это еще круче будет вы нас мозга и зомбирование поэтому я даже не пойду туда это пришествие или там вторжение вторжение до вторжения тема вторжения то есть есть английский фильм вторжения то есть тема вторжения сейчас пиарится тоже активно как последняя битва идет идет это уже кстати он идет это вторжение но я вот не хочу не уйти я тоже не пойду только из-за того что это наш фильм вернись к эндере не договорил в общем что что будет а и эндер оказывается на одной из планет найдет каста жуки там построили такой же замок в этой игре и он увидев это поймет что там все таки это было и он там найдет кокон не как по фильму на базе а вот там вот такой планете да 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 построенный по сценарию в общем напоминает тот замок великана которого он убил долина будет полностью выстроена там терраформации как вот это чтобы только он понял с чем и он там нашел этот кокон он взял этот кокон полетел дальше и на одной из планет там тоже было немножко измененное полностью терраформированное измененное стать какой-то болезни какого-то вируса будут изменено все местное население там будут такие свинолюди тоже очень отсылка к земле и вот там эти свинолюди он там эту матку и оживит не знаю где там она труд не найдет рабочих самцов чтобы спариться но чем она там она проснется и будет создавать свой рой вместе с эндером и свинолюдьми и он по сути пойдет против человечества потом будет ее прикрывать защищать вместе с этой программы компьютерным интеллектом то есть там пятой шестой книги очень много технических деталей и подробностей которые он не мог знать как впрочем он в 76 году скот карт который всегда писал фантазийные такие рассказики там седьмой сын у него тоже про воду интересно про седьмой сын седьмого сына победит зло и так далее таки тоже а много чем говорящие символичные но все-таки не о космосе и вот он 76 году по сути каким-то образом показал и планшеты потому что фильмы все показано как по книге но у нас сейчас этого нет большинство он показал всемирную сеть который тогда не было он показал планшеты он показал биометрию сканер шкафчик подходишь и все он показал все датчики что там даже датчики и в обуви и в одежде и так далее в параллельном сиквеле о про боба тень эндера называется дальше там еще если бог этот алла и боб там петра и так далее он показал еще много чего интересного книги но это все 70-го года то есть этого не было в помине этого не было это нулевых только начинает появляться планшеты биометрии всякая хрень вот это все он показал в 76 году вопрос откуда он это знал как ты думаешь ну откуда они могли все это знать или им передали какие-то похожие знания известные товарищи до управляющие всем миром и они наверняка входили в их число так или иначе наверняка или у них в друзьях кто-то состоял или они сами были из этого всего но может многие из них не понимали где они состоят или же это подключение к такому общему инфополе откуда все вдохновение и черпают хотя такие такое вдохновение чтобы вот просто взять от конца от начала до конца написать законченное произведение со множеством подробностей даже одного вдохновения маловато то есть тут надо что-то другое тут нужно именно чистый поток информации или нужно быть к нему подключенным или ему должны это транслировать его знакомые якобы друзья вот как-то так я думаю что связь обязательно должна быть с источником с неким чтобы такое выдать обязательно если же он обычный писатель фантаст а так как они все необычные они наверняка к инфополе подключены и черпать все оттуда да тоже кир булочев как и поэты как и художники то в принципе ничего удивительного оттуда идет информация как бы там все не считали это все бред не бред я просто это утверждаю что даже мы как вот альтернативные следователи мысли до ним эти они могут вот одна мысль может уловиться несколькими людьми такое творилось со всеми всегда с например с рок музыкантами когда вот это развитие шло в 70-х могли прийти два две разные группы в две разные записи звукозаписывающей студии совершенно одинаковым текстом и совершенно одинаково придумываемые мелодии якобы пришедшие во сне там не знаю под каким воздействием травы или там не травы или алкоголя они приходили абсолютно идентичные были текст и музыка как такое возможно значит трансляция идет нескольким которые подключаются или через нормальный канал до или через темный то есть под воздействием например там препаратов потому что хорошим это не приводит дальше возникает у них зависимость что и мы наблюдали порог музыканты то же самое в принципе можно сказать и про фантастов художников там типа дали до того же но есть человеческое инфополе что называется но а сфера там учежевского вернадского об этом все говорили да и грегор и прочее а есть единый разум врага матки королевы роя и это разные немножко вещи и и те вот масоны которые все это писали они просто у них собственного сознания уже нет об этом я сделаю видео покажу как это все работает почему важно телепатия потому что у них сильное это место но она может и их слабость они подключены к единому разуму и они просто транслируют волю марки грубо говоря они выдают на гора информацию полученные от нее а она знает будущее она знает какие технологии она дает и что ким будет наше общество потому что она же строит наше общество строит большой муравейник она через окно верт по технологии окно вертона модифицирует наше общество наше сознание наше восприятие на в ее понимание нету традиционной семьи с главенством мужчины нее мужчины просто семенители тупое животное думает она нее нет границ не нет вранья есть просто обмен информации для нее главные женщины на ее там вот сподвижницы которые могут перехватить управление вечная грызня между собой то есть идет форматирование нашего сознания уничтожение мужчин продвижение феминизма уничтожение семьи и так далее через ювенальную юстицию и так далее то есть дети воспитываются в обществе нет папы мамы и это все сейчас транслируется нам к этому все идем через квантовые компьютеры будет управление якобы искусственным интеллектом на самом деле ничего искусства там нет интеллект этой твари которая будет решать кому жить кому умирать напрямую уже напрямую через компьютеры таком бяки мы придем и это насчет насчет квантовых я согласен что давно идет информация что откуда такие мощности вычислительные у квантового компьютера и одна из версий что он черпает свои мощности из других измерений но темных а когда ты сказал что сознание вот это вот королевы некой дата в принципе это то же самое то есть высочислительные мощности не из этого не не просто из этой физической среды откуда привлечены извне из них на пространство где есть все варианты да вот пространство назовем это так а уже вспоминается уже как-нибудь сделаю сарис тоже вспоминается фильм с этим столом крузом да как там грань будущего грань грань будущего да там в принципе вот это все и показано что вот этот супермозг там альфа да есть всякие омега вернее да они они сообща работают и один из них супермозг находится где-то там вот под этим под пирамидой и очень символичный да и он это уже знает все наперед и он может даже переформатировать будущее сколько раз да там сколько сколько угодно раз но если такая способность появится еще у кого-то значит можно даже опередить ну лучше да лучше это сделать отдельный разбор потому что там действительно много всего в этом грани будущего туда же относится день сурка перезагружаемый постоянно хотя там немножко другая идея да ну вот общая идея возможности переделать день заново пережить перезагрузить его дают показано и там и там кстати очень интересно это по-нашему действительно фантастика но показано что это именно так возможно грань будущего действительно многоплановый фильм и космодесант его подметки не годится звездный десант даже иди независимо то что сейчас показываешь это мелочи по сравнению с грани будущего там кросс вообще молодец но не если честно достал в пятнадцатом году кое чем поэтому вряд ли он что-то хорошее выпустит просто он ничего больше с пятнадцатого года не не выпустит хорошим там крошки знать но действительно может быть зря но грань будущего это суперский фильм это просто точку показана пирамида причем не старая пирамида а современная то есть новая структура и они как бы прикрывают вот это вот извне пришедшие сознание некое создание которое рулит всем то что мы видим сейчас вот этот расползающийся по земле она подчиняется этому одному суперсознанию мозгу и действительно там таким образом но аллегорично показана другая вещь что действительно это сознание живет в другом измерении и может она не то что может менять будущее она знает будущее просто изначально направляет его потому сценарию которая ей нужно опять же в силу того что это говорят инфернально это не совсем корректно это просто сознание из другой все на немножко другого уровня и другого мира то есть там другие законы физики и другие законы кармы прочее и она гостя как я показал сказки из будущего она пришла из портала и в дни независимости тоже есть подсказка во второй части что у нее свое пространство внутри корабля из пространства другой вселенной там другие законы и соответственно там может с информацией по-другому все происходить она иначе работает с информацией и она действительно для нас как бы знает будущее и как победить как работать со временем чтобы нивелировать это ее свойства из другой замечательный фильм прибытие где основная идея в том что время неринейно а ну да давай перейдем к играм рассказывать это твоя тема ну тут тема опять же почему я друг об этом вспомнил или даже сделал пост в группе ильи кстати у или тоже есть вк группа заходите туда присылайте обсуждайте она посвящена борьбе с врагом она давно эта группа открыта меня две группы 1 аргон генератор аргона есть эта энергия жизненная которая который нас враг лишает забирая себе в основном нас обесточивая и твари методы борьбы давно групп существует там там было пять-десять человек всегда ближайшее окружение только недавно вот я ее озвучил спасибо что ты вступил жене если не присоединяйтесь это не моя группа почему это группа о борьбе если кто-то хочет вести я могу ее отдать просто где-то нужно тусоваться обмениваться идеями спасибо тебе за то что ты поделился своей идеей жене в этой группе про эту игру рассказать да да почему я вдруг вспомнил про игру алиса их две они замечательные они красивые там саундтрек просто фантастический просто завораживающий что в первые что во второй вот эта игра кто ее знает 2000 года следующая вышла потом уже через много времени так что-то мне кто-то пишет в общем игра называется первая алиса гроза зазеркалья я могу сказать что я фанател от первой игры а когда вышла 2 я за фанател еще больше потому что там и графика лучше там и проходить больше и там красивше все просто великолепно сделано все 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 там и физика другая в этой игре когда вот мы стали эту идею изучать до типа что некое единое сознание захватившие все в этой игре вспоминается такой с такой единосознание как королева червонная королева в первой во второй красная королева но тоже червонная королева червона то же самое что красная даже в игре которую да даже фильм который сейчас вышел фильм это вообще отдельная история алиса да их два фильма вышло роли играет джонни депп это вообще другое здесь показано именно что вот это королева захватила всю страну чудес вот я просто показываю один из кадров посмотрите что она захватила его не то что именно завоевала и все да она его захватила своим свои своим всем своим существом то есть везде ее щупальца везде ее торчат какие-то вот эти красные щупальца такие огроменные да вот но я про сейчас нет такого такого я не помню такой картинки стражники вдруг стали злые грибы злые и весь мир захвачен вот такой вот тварюгой с которой она в финале в общем-то бьется вот наконец-то я нашел такую картинку эта королева выглядит не как человек а как бы подобие человека подсоединенного можно сказать через даже то ли пуповина то ли как это назвать не знаю подсоединена к мухи висящие на стене огромные мухи почему я вдруг обратил на это внимание потому что когда стали все обсуждать я вдруг об этом вспомнил что это давно давно я играл оказывается вот она все как было у нее куча щупалец она у нее у нее супер сила она то есть она может атаковать как энергетически как огнем как угодно физическими ударами и вот это вот это товарищ королева такая странная она захватила всю сторону чудес всю и изменила ее до неузнаваемости то есть погрузила ее в мрак страдания отчаяния боль все стало там не так причем вот эта сюжетная линия что все плохо мы там все в отчаянии это идет что в первой игре но в первой там все представлено слишком мягко я бы сказал а во второй там начинается игра с того что алиса то есть нужно же пройти обучение и в игре она идет в таком прекрасном мире вот кстати это кадр из первой игры где представлена одна из локаций называется море слез там огромная статуя алиса которая вечно плачет и вот это из ее слез море то есть внушенная беспомощность до внушенная депрессия отсылка идет тому что мир уничтожен куча страданий и слез то есть показано что все в отчаянии потому что лишились прекрасного мира вот это кадр из второй части называется элис мэднес чернс то есть возвращение безумия до безумие возвращается поначалу там все красиво такой мир красивенький потом потом она идет дальше и начинается жесть то есть появляются какие-то огненные реки леса все уходят куда-то горя куда-то уходит в землю вниз и надо сказать что там показано как вот эти некие небесные такие острова в первой игре кто играл там показаны гигантские деревья растения то есть отсылка идет ко всему прошлому что было были великаны были огромные деревья как в аватаре был прекрасный мир чудес который так называется здесь страна чудес а во второй части там так и начинается что страна чудес то есть а когда она постепенно идет там пишется страна чудес раз разрушена там на 100 процентов потом она идет дальше страна чудес разрушена там допустим на сто процентов то бишь вот это королева которая пришла в эту страну чудес она ее разрушила это отсылка я например лично теперь считаю что это отсылка как к тому чудесного мира в котором жили наши предки он действительно был чудесный там тут в первой игре показаны мои любимые зеркала земля рай да зеркальце которое ее делает невидимый тоже отсылка к технологиям разным к возможности полетов как всяким каким-то непонятным интересным изобретением и так далее а вот тут видите показано щупальцы они везде вот красные щупальцы этой королевы они везде всего поясали пропитали она пропитала собой всю страну чудес мало того как я уже писал вот в постете ну там буквально чуть-чуть написал что чтобы освободиться от своей болезни потому что получается что это алиса лежала в известном заведении до чтобы освободиться вот психического расстройства ей нужно было победить королеву то бишь получается что это королева овладела не только физически всем миром она еще владела и сознанием всех том числе и алисой чтобы освободиться да вот эту мысль я только потом уже понял или что оказывается она влияла манипулировал еще и ее сознанием внутри нее самой и нужно было освободиться чтобы стать полностью свободным не только женщин прежде всего да и нужно и смотри какие грибки то везде силу цибиновые грибки мухоморчики везде там вообще прекрасно показано документальная игра как и многие другие как и старкрафт просто документальная игра и грибки там не случайны и нужно освободиться именно женщинам от влияния этой матки которая считает себя центром мира и рулит всем и не во что ставит мужиков да и грибки в этом помогут на грибках я как-нибудь сделаю отдельное видео это супер ну что грибы это что-то с чем-то это даже не животные это не на растение это что-то особенное ну вот смотрите показано вот это нашел таки я скриншоты где показано прекраснейшая красивейшая чудесная страна то есть страна чудес вот она в начале именно ходит вот в таких пейзажах вот посмотрите кто играл тот меня поймет кто не играл ну советовать не буду потому что это компьютерная графа на море есть везде грибки везде смотри везде грибки какие-то летающие острова как аватаре кстати как аватаре так гигантские деревья растения то есть здесь все 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 показано что было раньше но у масонов то сознание единое они черпают информацию из сознания твари которая знает как все было а там свободный обмен информации там они могут брать образы идеи и выкладывать естественно искажает естественно что это суть вируса суть твари суть врага но они выкладывают правду то есть нужно просто убить видеть эту правду потом они в разных даже в уэльса война миров там тоже сказано что они жрут нашу кровь как они там проникают там все хорошо показано особенно вот с тем же самым там крузом в крайнем видео восемнадцатый год казалось бы уэльс война миров там тоже показано то же самое откуда он все знал но там немножко другое там именно фигуры твари не было да просто о том же самом как проникает весь мир уничтожает весь мир как нас жрет да и как деформирует сознание в общем все это показано там было и все фильмы мне кажется об одном о том же все вот у меня такая паранойя я во всех фильмах вижу один тот же сюжет только с разными вариациями и вот ты еще и по тоже заразился видимо еще в игре увидел я согласен с тобой да в игре то же самое но я даже скажу больше так как это создана по известному произведению до написанному еще в начале двадцатого века хотя я думаю идея это с 19 века то сами понимаете куда ведут корни всего это если льюис кэролл еще тогда все это знал и все это описал уже то есть он по сути дела о чем ты говоришь сейчас он уже тогда это знал но вот так вот очень хитро описал в сказке можно сказать сказки детской но довольно довольно таки не детская сказка я скажу она серьезное произведение да кстати показано и подводный мир именно поэтому вот отсылки на льюиса кэролу на следуя за белым кроликом насколько далеко кролично глубоко кроличная нора это все образы которые в общем-то и в матрице присутствует то есть это красная нить которая проходит через очень многие фильмы очень многие не случайно потому что все масоны включая кэролла том сам 19 веке когда все только закладывать когда нам придумали страны нам дали религии нам дали языки разделили на страны вот и продолжают дробить то есть была огромная империя куда входило там финляндия польша ирана монголия тогда ли нас уже уже ли долл эрефии которая тоже внутри уже бомба заложена там национальной республики будут дальше дробить и ставлю друг с другом и мне это не нравится я хочу этому плачь конец но я к чему все это началось тогда в 19 веке ты прав ли вы сказал написал то в девятнадцатом веке он много нехороших вещей заложил но он черпал источник своего в кавычках вдохновение масонской лужи и в том сознании которым был подключен а как происходит подключение я покажу в фильме о масонах я грядет этот фильм и в этом сознании нету времени там все едино то есть можно сказать что а знает как будет потому что времени нет это у нас есть предыдущие там прошедшие настоящее будущее там все едино в некоем состоянии сознания вы по времени видящий человек экстрасенсы прочее меня поймет на некоем уровне времени нет именно поэтому враг как бы знает будущее на самом деле это не знание в нашем понимании это немножко другое это и но бытие состояние сознания в этом ее слабость вот зная это мы можем победить и об этом весь мой канал как победить я хочу добавить еще такой момент что здесь тоже показано то в принципе что я уже давно понял сначала огонь потом вода в этом в этих играх показано что разрушение стороны чудес было с помощью огня вот именно вот во второй части здесь четко будет показано везде будет огонь везде и вот это море слез то есть вода как отсылка к тому что следовало зачем ну еще такие интересные здесь встречаются наряды у этой алисы например муравьиный наряд там какой-то наряд из непонятной твари я такой вот сделанный зубастый да но очень очень всего много интересного ну и конечно же здесь тема такой масонской игры шахматы проходят что в первом что во второй да и ой в общем на самом деле я просто не все говорю не все можно говорить там потому что и про так скажем подготовку нового населения сказано много чего показано очень страшно показано гибридного не то что гибридного а так скажем из кого есть готовили земер населения просто эту тему на ю тубе вообще нельзя обсуждать она табу я даже не хочу говорить не все можно сказать как минимум и расовую теорию не только раз в генетические материалы затронем тему детей которую нельзя на канале youtube и поэтому я об этом говорить сейчас не собираюсь ничего и не показывать везде грибки везде грибки здесь гусеницы где-то здесь мухоморчики друзья не везде фишки везде фишки смотри кубик такой с точками раньше и как это домино называется именно там и ляжет то есть всегда есть . бифуркации зависимость того как он ляжет а видишь он не лежит четко он как бы на ребре стоит если бы туда либо сюда вот то что я говорил немножко раньше . бифуркации есть такие моменты в истории в жизни когда есть некий выбор об этом кстати хорошо а лукьяненко лукьяненко кстати замечательный человек рекомендую всем почитать сергей лукьяненко вот он тоже в одном из своих рассказов даже не буду говорить в каком интригу оставлю говорит о возможности выбора и о силе выбора вот когда человек совершает некий выбор он тоже в этом же повествовании говорит о масонских лужах и о специализациях людей скажем так и о многовариантности пространства и так далее он очень много чего показывает рассказывать своих там всегда тройное два три уровня я нахожу всегда три в одном рассказе 7 уровней нашел из там 7 никаких сюжетов и отсылок рекомендую всем почитать лукьяненко то есть это много тоже чего вам даст тем кто реально изучает и копает для всех искателей рекомендую почитать лукьяненко а здесь вот да вот кстати как фишка ляжет везде грибки везде влияние этой твари и везде фишки все такие домино и игральные кости вот это замечательно это не зря в этой игре супер игра спасибо тебе жене что сказал они и и вот когда в него играешь особенно вторую там начинаешь понимать что почему реально так жене похоже вы еще не видели продолжение саги алиса в стране мк ультра чудес я не знаю чем вы говорите товарищ василий такая программа контроля сознания это я знаю я давно это изучал и смотрел не зря видимо подсоединили колесе и знать еще кто вспоминает наши наши газеты например мк потом появился мк ультра напрямую назвали мк ультра нормально да то есть кто помнит эту газету напишите наверняка вы ее помните она так и назывался есть в мк московский комсомолец а потом пусть появился мк ультра очень странное название но теперь я понимаю о чем и для чего это она была сейчас может быть она есть продажи может нет в общем я не знаю советовать вам играть в эту игру потому что она может затянуть и я буду виновен в том что вы будете зависать ночами не буду советовать но кто хочет можете ознакомиться с ней очень красивая и информативная и кстати символизмом нас здесь нагружена как первая часть алиса гроза зазеркали так и вторая особенно здесь очень много и масонские знаков пирамидки глазки всякие везде постоянно будут присутствовать что в первой там пирамидки да там что во второе во втором кости да пирамидки не видел кстати вообще грибки и вот эти кральные кости будут будут просто там много локаций и я все рассказывать и собираюсь их очень много локаций и пирамидки и всякие куклы там странные много чего это у него бродилка это не нравится мне больше нравится такая типа star варкрафта starcraft варкрафт стратегии стратегия да а вот starcraft это просто что-то с чем-то там все показано я посмотрел то что сейчас происходит в космосе скажем так и в то во что у нас хоть захотят запихнуть может быть уже запихнули мы об этом не знаем это три расы это вот зерги это просто тварь матка которая нами но она там по огне не показано что она как люди маскируются дальше с геномом играется хотя рой всегда играется с геномом и может маскироваться там и в людях и в чем угодно внешне по крайней мере там показаны тираны то есть люди показаны протезы но просто некие энергетические существа на самом деле тоже люди но наши видос которые еще ведут сопротивление а и как будто бы три независимые расы по сути там главное это королева роя который имеет почему-то человеческий вид якобы это мутант и на самом деле как будто земная женщина после некой мутации управляет роем это просто пипец это вы нас да я говорю посмотрел ролик понял что понял о чем там речь идет показано как она действует как рой действует в общем все 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 показано но это вот кадры из этой игры видите все в огне и и вот этот очень странного вида котяра я все рассказывает что что-то совсем не котяра смотри что это за ящероподобный код да да он в первой игре еще более-менее похож а тут что-то совсем дракон чешир случайность бывает совпадение конечно это все просто так на фоне космических масштабах этих пейзажей очень прикольно все много локаций говорю здесь есть еще и подводные локации очень интересно там представлен то есть подводный мир именно атлантиды вот гусеница апсалем этот начать это все видеть скажем так масонским зрением до того самого единого ока которая это око насекомого которое одно видит все поскольку один канал у нее в мозг идет глаз по 2 круговое зрение по сути это один канал 1 1 глаз поэтому они наш символ треугольники глазика взяли себе это же наш символ или коммуникации связи но на самом деле это было еще до вторжения до потопа куча мест где она есть галланы эти когда создавали масонов далее сказали что этот символ все все что с куполом с антенной этой было для помолиться оказывается а то что все глазик в церквях это кажется массу я как друзья сколько мне мне нам прислали информацию по зеркалам могу вам сказать одно что они действуют и сейчас они могут проявляться они могут активироваться и к сожалению могут действовать но тогда могут происходить такие казусы как исчезновение людей но за зеркалью за минимум это портал за зеркалью могу сказать что они активируются именно как по наше с тобой теме именно от воздействия звуковых вибраций до все было и светом светом расчеты производились и вибрациями управлялась материей частотами регулируются частотами и это настолько сложные устройства что например внутри содержится некое вещество я не знаю какой порошок то есть там полная структура внутри обязательно что-то содержится это не просто кусок железа с приделаны к нему это зеркальной поверхностью или зеркалом или просто отполированный кусок железа там все настолько сложно взаимосвязано меняется пространство времени как зеркала козы и так далее там много просто грибы везде эти игральные кости пипец просто везде везде там это будет везде и шары какие-то странные такие сферы сферы до другого мира если начать вот это видеть то можно с ума сойти просто это везде даже в фильмах ужасов милый ёвович играет в этом корпорации амбрэва у милый ёвович то она сама понятно кто и она показывает красную королеву который вот это мутация создает и рулит всем тема красной королевы везде ребята добавьте громкости а что кого плохо слышно меня или илью можно погромче просто самому человеку сделать я вот дисперсная структура как я писал еще и покрытие было которое стерли да там настолько сложно структуру мы даже не можем понять потому что произвести не можем да так ее звали элис да кстати элис вот в алиса да 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 у красной королевы из будущего алиса тоже не случайно зла там элис да 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 и здесь а элис тоже алиса обоих друзья скажите пожалуйста неужели нас всех и меня и илью плохо слышно пусть он погромче сделать просто все тебя тише слышно чем а меня тихо слышно нормально знал я те отлично у меня микрофон в общем то прямо рядом я те отлично слышу это все мне кажется у кого-то там что-то плохо слышно да алиса у нас гости из будущего элис да тоже алиса и все не случайно и надо сказать но да и надо сказать что тоже алиса произведение там ведь все там портал зеркало опять зеркало на вот та самая тема да уже у меня два видео об этом про зеркала пройти мы тоже больше про зеркала там не то что зеркала там какие-то странные устройства висящие на стенах да не только зеркала еще были непонятные полусферы или сферы то есть не обязательно чисто зеркала это сложный сложный комплекс все завязано на так называемые церкви которые на самом деле не церковь это многофункциональные комплексы и там было управление материи звуком и там было расчеты светом потому что то что мы видим там непонятные квадратные конструкции полу квадратные не обязательно с кристаллами периметру это нашел интересную статью действительно возможно калькуляции светом то есть без процессора то что мы сейчас делаем внутри процессора и сейчас еще квантовые компьютеры они тоже светом идут по сути управление светом ты знаешь я тебе скажу про управление светом что еще лет десять назад давно уже придумали такую плату где идет передача именно светом то есть основа да да вот я к чему и веду у нас были макро схемы нет именно а сейчас мы идем на микросхемы на микросхема что было тогда мы сейчас лишь подбираемся к тому есть нам тварь позволяет постепенно осваивать но под контролем те технологии которые были тогда но еще и дает свои у нас не было лазеров нет смотри там это все давно было изобретено но в массы не пустили сказали да чё-то сыра недоработанная технология быстро замяли всю эту серию хотя там производительность в разы увеличивалась это я отлично помню я раньше фанател от этих новинок я их чуть ли не каждый день ездил на совеловские новые журналы бесплатный брал чтобы новинки отслеживать биокомпьютеры есть бы и в 85 году они были производительность круче даже вот современных то есть там такие цифры называли что это просто искусственно вырученный мозг небольшой но он делал такие вычисления что а представляешь это все вживить людей людей правильно научить использовать свой мозг у нас в голове у каждого мы можем лучше квантово сразу получать информацию круче квантово нам сказали что такое него невозможно это ненормально вот пивкой курить сигаретки которые выключат твой мозг полностью от любых связи с энергоинформационного уровня вселенной и все будет у тебя хорошо и пей много кофе кофе и обязательно пепсиколы но не буду называть газировки до обязательно газируем напитки поэтому в результате той химии которая там твой мозг в определенное состояние скажем так войдет при котором ну а на уровне животного пусть на меня подадут суд эти производители газировки и я ему объясню из чего она состоит и даже просто жду провоцируем и тми у класс ну вот я скажу что везде здесь идет насыщение символами причем разными например у алисы платье они всегда символикой например зодиакальных знаков или вот рун как здесь мы видим весь но хотя это тоже зодиакальные знаки с той стороны с этой всегда присутствует в этой игре и везде ключи всякие непонятные вот эти вот в первой части мне нравилось там что масонская игра от масонов для массу да 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 то есть все четко здесь показано что идет два лагеря черное-белое или красное-белое то есть две ложи как обычно спорт всегда футбол например во лагер шахматы сша и сша была противодействие мега-мега китай в азии часы и мега-сша как но сейчас нет непонятные турбо турбулентные процессы скажем так о разделении даже не знаю вот что сейчас в этом новом мега муравейники которые называют китаем который сейчас взращивают и куда его направят потому что мега муравейник и если вы не остановить он поглотит много чего ну вот я скажу что одна из локаций в этой игре китайская очень красивая локация платится не так красиво китайском стиле везде иероглифы всякие пагоды радку куда китай растят потому что им давит технологии сейчас клонирование не так не очень творческие люди скажем мягко но если еще их наклонировать да еще смесь сейчас гибриды пошли то есть это свинолюди реально свинолюди и это еще 15 лет назад было известно девяносто седьмом по моему году во первых успешных соединениях то есть сначала это было как бы чтобы людей выращивать в искусственной матке свиньи то есть такие бы потом выращивание человеческих органов в свинье сейчас просто свинолюди прочие гибриды пошли гибриды уже химеры пошли и один из сценариев это замещение людей мурашиками такими то есть уже не полностью человеческая днк смещение животных смешение животных и человеческая днк какой кто останется да вот днк насекомых в некоторых людей уже внедрили и они как бы рулят многим а всех остальных опускают на уровень животных включая уровень днк даже на днк то есть четко и в муравейник вот есть рабочие тупые три три уже дует муравьи вот мы сейчас в роли 3 выступаем нас дает и мне это очень не нравится решение как тебе нравится такое мне такое не нравится тоже потому что ну да получается нас хотят заменить какими-то модификациями какими-то уродскими созданиями которые будут уже не людьми они понятны чем то есть уничтожение роли мужчины полностью суша какие я нашел фотографии конца девят нас начал 20 опять же их показывать вы знаете вот хочется всем показать что я нашел но я не могу показать потому что пришли мне я смелый мне пофиг я там там дети но я считаю последствия радиации какого-то непонятного лучевого воздействия были очень страшные вот как называется болезнь когда могли быть последствия генетических экспериментов стареют раньше когда там да наверняка это показан то есть там показаны вроде смотришь дети а уже как им лет по 50 я обалдел честно говоря я есть а есть наоборот реально то есть это с кинома можно играться до бесконечности раньше мы игрались позитиве создавая совершенных людей создавая ангелов и русалок чтобы освоить все пространства были люди захотел ты он ты стал ангелом то есть тебе вырастили крылья захотел стал русалкой в море полёс типа дельфинчик в основном конечно были люди но боевые модификации ангелы почему бы нет ну а сейчас эта тварь она извращает человеческую природу она идет против вселенной это ее сущность такая она творит просто ужасы какие киборги уже были в 70-х годах киборги вот как тиробаков только это было уже так это тоже документальный фильм о том что было раньше все один в один все реально терминатор это это реальность давно уже причем ну да и давно уже созданы на сто настоящие терминаторы причем я думал а как же они их будут запитывать все там возможно даже аккумуляторы придумали в емкостью обалденной который нам не дают это способ энергонезависимость собачек таких же сделали роботских причем в них уже настолько алгоритмы крутые заложено что они все то есть вот как действует даже лучше людей то есть у них есть человек может пошатнуться упасть то это пошатнется не упадет удержится и бегать они могут и прыгать и залазить на всякие назад недоступные нам высоты запрыгивать туда это пост бостонская лаборатория да в общем друзья то что показали в терминаторе оказывается это уже реальность наших дней вот эти машины это уже реальность того времени когда только строя да такие это реально нам просто сейчас говорят об этом все а вы другую игру какой-нибудь давай я просто starcraft просто покажем да потому что по фильмам у меня будут разборы пусть 3 допустим не знаю что в 3 я впервые я тоже не знаю я такие игры не играю но это не тут что другую про быстро крафт фильм может один и там тоже ботская скриншоты именно игры суть играя на в другом сюжете который заложен у нас здесь что-то не то не то не то не то не то попробуй фильм starcraft ну игра starcraft фильм ваша фильм starcraft ну вот вот она королева роя показана четко четко это женщина до которая немножко мутировала на самом деле все эти мутации можно убрать она будет выглядеть как обычная женщина что мы видим на нашей планетке на земле потому что нам нами рулит королева и мы знаем страну в которой она живет которая рулит всем миром до 30 это уже тоже глупо потому что всем управляет именно та королева да да и официальные ты юры де-факто всех не ездит на поклон чай обама путин на трампа и прочее почему я тоже покажу видео вот она эта королева чужой-то даже при прилеплен чужой тоже не случайно то же самое показано в фильме отряд самоубийц финальная битва и идет именно вот с такой вот не знаю как ее назвать это якобы как бы богиня такая из прошлого на самом деле не там четко показано что у нее как бы такая сеть то есть она всем и у него суперсила и мумия тоже самая конкурс об этом же на самом игрок суперстика и ешь уже победили можно не волноваться это же фантастика что-то же пластик бубле губу и и мощь там кросс победил что можно не волноваться это все навеяно фантастикой спите спокойно пейте пиво не волнуйтесь у заговора нет да тоже вспоминается клип группу систему of down там серж танкян главный был но сейчас она ее давно уже не тот группу клип называется спайдерс обязательно посмотрите его все видите тоже о чем мы сейчас говорим прям там все показано в одном клипе очень здорово показано просто увидите все сразу ну и конечно же люди в черном интернешнл там все это сказано об этом да как как так скажем главный мозг главное управляющие управляют своими подопечными через какую-то связь такую непонятную как вот щупальца как вот сеть как вот не знаю даже как это даже назвать у сейчас будет сеть 5g такая сеть через которую нами всеми будут управлять вообще это не нужно никакой сеть некоторые сопротивляются и чтобы гарантированно всех подключить будут чипы будет вот сейчас ну роиды роиды структура роя малифи цента кстати на граба цента малифи цента крайнее видео она там прям показано второе который детей обрабатывает да как она там с этими с такими же как она встретилась я вот не смотрел второй малифи цент она встретилась такими же как она и они живут четко под землей про и там летают там муравейник там показан муравейник четко и я просто помню вот эти какие плакаты были сделаны и композиции у нас кинотеатре это вообще там просто такой черный какая-то страшная летущая мышь да но типу малифисента властительница тьмы ну круто вообще и там идет четко она как бы черная но она хорошая а там есть белая у людей но она тоже королева который всем рулит показано четко матриархат показано как она ставит вроде как бы человеческую женщину во главе там роли этого принца вообще вторичны она ставит на трон свою воспитанную ею женщину там показана битва таких как она и человечество якобы приходит мир но под условием того что она ставит вот эту слева принцессу во главе человеческого всего царства но естественно на ее море марионетка а убивая при этом мать этого принца которая тоже оказывается всем рулила всех обманывал в общем тоже такой брэйн фошин такая промывка мозгов что пипец и это все прямо детям из детства закладывается детям из детства нет не то ну смотри одни женщины тут малифисенты все главный герой женщин мужиков нет вообще от слова совсем в принципе они ничего не решают потому что в том мире в рои главные женщины поэтому братья вачовский стали сестрами вачовский да я очень это смена пола это повышение у нее у матки это очень удивился были братьями стали сестра так минимум хочешь быть ближе к ней как минимум тебе нужно стать женщиной менять ориентацию еще ближе к женщине стоит то есть это тот мир в котором мы живем нравится или нет эльгенте звони да я не знаю зачем мне звонить машину стрим хочет стрим продолжать или что кстати 216 уже прошло можете закругляться я не знаю эльгене о чем он хотел нам рассказать но если он захочет давай тогда следующий стрим его сейчас уже просто свои 217 идет да просто уже друзья давайте наверное все таки о подсказках и зомбирование врага достаточно на сегодня информации для обдумать я думаю всем достаточно и давайте пишите в комментарии что вы думаете по этому поводу как нам со всем этим бороться как в этом для начала выжить и что с этим делать хотя комментарии на уровне что это все паранойя вам кажется это все придумали тоже приветствуется любые комментарии важны ну вот такой у нас сегодня стрим получился чисто по конспирологии по предсказательному программированию по тайным посланиям и не только тайным и прямым посланием в современных произведениях голливуда а также всяких игровых студий на как видите тема везде одна идет как вот линия что там что там везде идет одна тема это конечно это удивительно но получается что так а и да еще такой момент кто не знал кто кстати тут весь мне тут много чего писали про фильм константин там тоже зеркало использовано как портал кстати да это дает я давай поговорим отдельный стрим сделаем может это потом да лучше о зеркалах вообще можно отдельный стрим сделать да и это будет интересно это компьютерные вычисления такие сверх компьютерные которые нам не достичь сейчас особенно зеркала которые вот с кристалличкой вокруг это что-то с чем-то и про орган тоже отдельная тема как управляется потому что четыре органа на один так называемую церковь на один храм это многовато как ты думаешь я считаю что это очень многовато для музыки для музыки одного бы хватило да и хочу сказать что видео все-таки ждите ближайшее время в среду будет видео скорее всего по готическому собору который я обещал но хочется сделать еще одно видео успеть может быть даже к завтрашнему дню тему пока не знаю но она получается будет перед тем который я вот в сообществе сообщил мне почему-то чат никак не пролистнется подтормаживает и я не могу всех ваших сообщений увидеть но писали тут про рому куда рома делся ну рома и не знаю куда делся честно говорю человек взрослый если надо объявится позвонит напишет присоединиться добра всем наверно наканчиваемся спасибо тебе за стрим сейчас я подожду когда до конца дойдет что-нибудь еще такое увидеть чего я не увидел да друзья было много ваших сообщений извините что в этот раз ничего не зачитывали не ваши вопросы не ваше сообщение ну зато мы вам много чего рассказывали и показывали что в принципе тоже немаловажно ну как ты считаешь нормальный стрим то есть ничего там подрезать ничего удалять замечательный стрим не кажется и все хорошо типа дэйл всех спасут а кстати да ольга мягкова спасибо суперчат вот я сейчас увидел да теперь увидел про гайку сказано в чип и дэйли что она там тоже рулит в общем то это хоть это и детский как 911 предсказательное программирование нам эту идею разрушения матери на материализацию закидывали с 46 года 946 год это блин за 50 с лишним лет до 2001 года и то же самое сейчас нам закидывают идею что женщина главное она рулит и так далее все это феминизм он не в семнадцатом году с кларой цеткин появился он еще раньше изначально идет форматирование по окну овертона нашего общества да это реальности надо с этим что-то делать надо как-то объяснять всем женщинам тоже что в общем то надо быть целым единым но думать пусть мужчины думают а женщины пусть любят я утрирую конечно но у каждого должна быть свое равенство нет нам внедряют через равенство нас разрушают вот и все вот я хочу просто прессы моих дорогих модеров мстительница вери вери не знаю где другие также здесь на тело девяностых привет респект многие слушайте а скажите пожалуйста где остальные там молот великана почему-то зиг вот пропал тоже нету мне честно говоря не могу понять где они кто знает может что-нибудь сообщите ну может быть заняты ну да так что смотрите все фильмы новым взглядом теперь или вы знаете теперь ваше сознание уже вооружено предупрежден значит вооружен и обращать носить ты на все эти вещи внимание потому что единственный способ этому противодействовать вывести на уровень сознания то есть осознать иначе это будет идти на подсознание и влиять руководить вами чтобы это вами не руководила нужно просто осознать поэтому всем добра и осознание испарить да друзья еще раз хочу в конце подытожить мы не против мы просто против того что навязываются нашему обществу мы против того как уничтожают извращают женскую как извращает вообще положение расскажем всех дел и мужчин всех дел неважно это мужского полу женского вообще социальное общество семейная ячейка общество как семья до 88 все пытаются извратить буквально на наших глазах если вы еще не замечаете то вы вообще ничего не видите даже на вытянутую руку все четко показано и к сожалению это наша реальность который очевидно да и все что происходит в обществе она все было фильмах а еще раньше она была в называемых фантастических рассказах которых от всем не фантастические ну теперь понятно информация в этих рассказах да ладно всем спасибо лата всем огромнейшее спасибо ну давай ты скажи там я пишите в комментариях что со всем этим делать и всем добра да друзья всем спасибо за участие за общение я не наговорит я всегда особенно в школе выступаю в защиту мужчин отношений и юношей мальчиков мужчина ну замечательно я говорю все на самом деле все как есть положение вещей идет нормально но когда пытаются это извратить это уже извините против всех в общем всем добра всем спасибо ждите видео и новых стримов всем добра друзья прекращение все пока я остановил все фух а как тут остановить я еще не остановил а вот там же где-то активировал нажимаешь там две такие